Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Или уборка, или переезд. Глава Сочи поставил ультиматум предпринимателям на Эмеретинской набережной. В Сочи воры пытались вынести из прачечной сейф с миллионом рублей. Их задержали на месте преступления. Бесплатно посетить концерты одного из лучших оркестров страны могут сочинцы и гости курорта. Открылся фестиваль «Петербургские сезоны» в Сочи. В Сочи состоится крупнейший в России фестиваль спортивных аквабайков. Принять участие в нем могут и любители. В Сочи объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие сутки ожидаются сильные дожди, усиление ветра, формирование смерчей над морем. Спасатели просят принять все необходимые меры предосторожности. Но, несмотря на отдельные капризы, погода к нашему региону благоволит. Число туристов этим летом на Кубани увеличилось практически до 10,5 миллионов. Об этом Вениамин Кондратьев сообщил одному из информагентств. По словам главы региона, за три месяца на курортах края отдохнули и оздоровились более 600 тысяч детей. 200 тысяч из них из других регионов и государств. Мы подводим итоги лета, но не курортного года. Напомню, Кубань по праву считается круглогодичным курортом. Впереди у нас теплый и очень популярный среди туристов бархатный сезон. Наши горнолыжные курорты уже готовятся принять поклонников зимнего отдыха. Мы ожидаем, что всего до конца года курорты Краснодарского края посетят около 16 миллионов туристов. Всего же с начала этого года в Краснодарском крае отдохнули более 13 миллионов человек. Это на 3% больше прошлогодних показателей. Традиционные города-лидеры по количеству туристов – Сочи, Анапа и Геленджик. Набережное место для прогулок. В мелкорозничной торговле там делать нечего. Об этом заявил глава Сочи Анатолий Пахомов по итогам осмотра самой длинной в городе Приморской набережной в Олимпийском парке. Бархатный сезон в разгаре. Море теплое, солнце ласковое. На пляжах Эмерикинской долины курортников масса. Это и приятные итоги сезона, но и ответственность для принимающей страны. Видимо, чтобы ничто не отвлекало туристов от отдыха, прямо на прогулочной зоне появились павильоны с квасом, кукурузой, чипсами и мороженом. Покупатели здесь пьют, едят, здесь же ссорят. Как результат, грязная плитка, которую предприниматели не спешат отмывать. Анатолий Пахомов поставил ультиматум. Либо продавцы следят за чистотой набережной, рядом с ларьком, либо такой бизнес курорту не нужен. Более того, предприниматели, зарабатывающие немалые деньги в сезон, должны соблюдать трудовое законодательство. Пока же встречные продавцы затрудняются показать трудовой договор и делают вид, что не понимают, о чем речь. Я на учете не состою нигде. Я ничего не нарисовала. Мы говорим, а договор есть трудовой у вас? Ну, если бы не объяснили, я бы все сделала. Если вы не знаете, вы что, в школе не учились? Анатолий Пахомов дал получение проверить, на каких основаниях трудятся продавцы на набережной и в какой регион их наниматели платят налоги. Все это детали большой работы, которая необходима для развития курорта. Из мелочей складывается общая картина, которая нравится многочисленным отдыхающим. Впечатление потрясающее, все очень нравится. Набережная чистая, периодически видим, как здесь все убирается. После шторма все листочки, весь мусор. Замечательный сервис, очень внимательные все. Чистое все здесь, постоянно стригут газоны, веточки подрезают. Молодцы. Не в каждом городе это. Отдыхали уже в нескольких местах на Черноморском побережье. Нам здесь понравилось больше всего. Современный курорт, в принципе нормальные цены, хорошая столовая с недорогим питанием. То есть нас все устраивает. Летний сезон Сочи провел более чем успешно. Помог и Мундиаль, и рекламная кампания курорта, и тщательная подготовка, как встреча туристов. Мы добились того, что у нас появились голубые флаги, что у нас чистое море. Сегодня уже никто нас не упрекает в том, что вот где-то как бы там море было грязное. Ну и к тому же 60 организаций экологических мира подтверждают постоянно, что у нас море замечательное. Мы соответствуем стандартам по пляжным требованиям. Ну и естественно рестораны, кафе работают в соответствии с теми стандартами гостеприимства, которые в городе Сочи заданы. Бархатный сезон планируют не уступать по показателям лету. Уже сегодня ясное количество курортников в нынешнем сентябре будет больше, чем в прошлом. Свою лепту в это вносят и многочисленные мероприятия, проходящие в Сочи. Только на новую волну приехало 3000 гостей. Впереди еще Формула-1, международные турниры по разным видам спорта, множество корпоративных мероприятий. А еще похожее на лето-осень, теплое море и как минимум месяц купального сезона. Елена Авсецова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. В Сочи воры пытались вынести из прачечной сейф с миллионом рублей. Троих злоумышленников задержали на месте преступления. В рамках операции «Курорт» полицейские патрулировали жилой сектор, когда обратили внимание на разбитое окно в прачечной. На втором этаже был заметен свет от ручных фонарей и слышался шум электропилы. В прачечной правоохранители застали троих мужчин, когда они пытались вскрыть сейф. Выяснилось, что ранее судимые сочинцы 42, 44 и 46 лет знали, что в сейфе организации находится более миллиона рублей. А также ювелирные изделия и тщательно подготовились к преступлению. В настоящее время по данному факту уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Все трое задержаны, взяты под стражу, ведется следствие. Не остались один на один с проблемой. Жильцы 16 многоэтажек, права на которые признаны судом, получили помощь от администрации Центрального района. Дело в том, что эти новостройки имеют проблемы с подключением к коммунальным сетям. Районная администрация проводит рабочие совещания с участием застройщиков, жильцов, представителей ресурсоснабжающих организаций и надзорных органов. Вместе они решают, как выходить из трудных ситуаций, чтобы у людей были свет, вода и канализация. У нас основная проблема – это канализация. В районе практически отсутствует канализация. При помощи администрации Центрального района пытаемся по улице Пионерской, Мичурино проложить ее и подключить. Благодаря администрации они нам это помогают. Есть объекты, где застройщики уже осуждены и возникает сложность перехода права. И, соответственно, все эти затруднения, опять же, в вакууме находятся, где наше участие необходимо для того, чтобы скоординировать, выработать новый алгоритм действий, для того, чтобы завершить все вот эти вот мероприятия, связанные с приведением дома в надлежащий вид. У людей много жалоб на застройщиков, которые не довели строительство домов до конца. Но, как заверяют сотрудники районной администрации, проблемы всех 16 недостроев Центрального района будут решены. Также сегодня стало известно, что в ближайшее время из списка проблемных в Сочи исключат три многоэтажки. Немецкая компания планирует открыть на Кубани производство инструментов для сельского хозяйства. С инвестором из Германии встретился глава региона Вениамин Кондратьев. С иностранным бизнесменом губернатор обсудил дальнейшее сотрудничество. Немецким партнерам рассказали об экономическом потенциале Краснодарского края и показали презентационный фильм в Кубани, в котором наглядно представлены все перспективные направления. Исходя из фильма, который мы сейчас вместе с вами посмотрели, можно сделать вывод, конечно, что Краснодарский край – это агропромышленный, очень крупный регион, транспортный, курортный. Ну и, конечно, мы сегодня максимально стремимся к тому, чтобы мы набрали темпы в промышленности, легкой промышленности, перерабатывающей промышленности. Мы ищем партнеров, успешных партнеров, партнеров, которые нам позволят это сделать быстро и очень результативно. Конечно, великолепный фильм, я думаю, вам тоже понравилось, но там не хватает чего-то. Знаете, чего? Там не хватает эпизода о производстве компании «Иштиль» своих моторных инструментов. Но этот недостаток небольшой мы можем исправить. На территории края немецкая компания работает уже 4 года и зарекомендовала себя как надежный инвестор. Как считают руководители иностранной фирмы, вложенные инвестиции в регионе полностью окупятся. Уже сегодня под свои предприятия они зарезервировали около полутора гектаров земли на Кубани. В свою очередь, Вениамин Кондратьев отметил, что краевые власти готовы максимально поддерживать компанию, если ее руководство решит открыть новые производства. Темпы, с которыми развивается ваша компания в Краснодаре, вызывают уважение и удивление, в том числе и наших местных инвесторов. Я думаю, с такой же активностью и вашей смелостью нам недалеко до открытия производства моторных инструментов. Тем более, инструменты фирмы «Иштиль» очень полюбились не только жителям Крестендарского края, но и обленной части России. Конечно, если будет на то ваше решение об открытии производства моторных инструментов в крае, мы можем оказать поддержку в виде налоговых льгот, различных преференций, для того, чтобы вы могли максимально быстро возвратить вложенные инвестиции. И для этого у нас существует очень гибкое, комфортное законодательство для инвесторов, которое и позволяет инвесторам чувствовать себя удобно в нашем регионе. Наши газонокосилки мы действительно можем производить не только в Германии, тем более, что там это стоит очень дорого. А производство в России в таком выгодном с точки зрения климата регионе, в Ростендарском крае, это действительно хорошая идея. Моторные пилы и газонокосилки «Штиль» – одни из самых продаваемых в мире. Вот уже почти 50 лет свою продукцию компания поставляет более чем в 160 стран. Инга Габеши от телекомпания «ФКТ». Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 7 сентября в Сочи переменная облачность, местами возможен дождь. Ночью – плюс 19, плюс 21. Температура воздуха днем – плюс 26, плюс 28. Море – плюс 26. Места будущих парков и скверов в Краснодаре сегодня проинспектировал глава региона. Вениамин Кондратьев вместе с мэром Евгением Первышевым объехал краевую столицу и проверил, как идет благоустройство территории. В основном работы там ведутся по поручению губернатора. Распоряжения касаются создания комфортных условий для жизни и отдыха горожан. Руководитель региона посетил Вишняковский сквер, где недавно закончили реконструкцию первой очереди. Оценил Вениамин Кондратьев и темпы работ по закладке новой аллеи в честь 80-летия Краснодарского края в юбилейном микрорайоне. Место рекреации обсудят и на гидрострое. Там появится Николаевский бульвар. Каждый клочок земли этих зеленых зон буквально вырывали из рук частных владельцев и арендаторов, которым в свое время удалось завладеть ценными гектарами. Сегодня уже создают проекты будущих парков. Глава региона отметил, что позиция властей однозначно. Город не должен растерять зеленые зоны из-за частных интересов. В ходе объезда посетили и самовольно возведенную вышку в микрорайоне Пашковском. Краснодарец установил башню сотовой связи на арендованном участке. Местные жители сразу отреагировали на такое соседство. Власти города подали 22 исковых заявления в суд о сносе незаконного объекта. 23 тысячи детей в Сочи стоят в очереди в детские сады. Такие цифры в интервью нашему каналу сегодня озвучила начальник управления по образованию и науке администрации города Сочи Ольга Медведева. Она стала гостью программы «В курсе», которая выходит в эфир на канале ФКТ. Количество приезжающих семей с детьми в город Сочи превышает всевозможные сроки строительства новых дошкольных учреждений, отметила Ольга Медведева. Отсюда и очереди. В Сочи ежегодно строится один-два детских сада, но и они не решают острую проблему. Например, 1 сентября был сдан детский сад в поселке Совет Кваджи на 400 мест. До конца года появится пристройка к детскому саду на Мацесте на 120 детей. В 2017 году мы ввели 620 мест, в 2018 – 490 мест и 520 планируем ввести в 2019 году. Что для этого делается? Мы подали уже в край пакеты документов для включения в программу по строительству 7 детского сада на улице Октября в поселке Хоста. У нас готовы проекты и уже поданы в край по строительству трех пристроек. Две из них в центральном районе к 35-му и 19-му детским садам. И одна в 53-м детском саду – это Адлерский район, Чай-Совхоз. Ну вот все районы, которые я называла, они очень проблемные. Острая проблема чувствуется сразу в трех районах города. Пока полностью закрыть вопрос удалось только в Лазаревском районе. Там очередей в детские сады нет. Сегодня в Сочи проживает 40 600 детей до 7 лет. Из них 23 тысячи пока не могут получить мест в дошкольных учреждениях. Подвела итог начальник управления по образованию и науке администрации города Сочи. Ну и в продолжении темы. Лидеров и леди теперь воспитывают в 15-й гимназии. В образовательном учреждении появился экспериментальный класс. Учатся в нем 34 отличницы, показавшие особые успехи в гуманитарных дисциплинах. По расписанию общество знания для пятиклассниц новый предмет. И человек не может стать человеком в нашем цивилизованном представлении без общества. Девочки готовы стать не просто достойными членами общества, а настоящими лидерами. Я думаю, лидер – это тот человек, который ведет всех за собой. Он должен упорно трудиться, хорошо учиться и быть примером для всех. Эти качества Мариам и ее 33-м одноклассницам помогли пройти отбор в уникальный 5-й Л. В класс попали девочки по результатам итоговых контрольных работ, участия в Олимпиадах. То есть не только учеба учитывалась, но и общественная позиция, вообще общественная работа. Мы хотели сделать такой класс очень сильный, и чтобы в будущем они смогли реализоваться в обстановке победы. В этом году для учениц экспериментального класса многое будет в новинку. К основному английскому языку добавится немецкий, а через два года еще и китайский. А еще девочкам предстоит освоить международный этикет. Я хочу научиться чему-нибудь новому, чему не учили нас раньше в школе, где я учусь в Омске. И здесь такая школа, где очень много ребят, и я хочу с ними подружиться. В ученицах 5-го Л наставники постараются воспитать не только лидеров, но и настоящих леди. Это леди-лидеры. Мы очень не хотим отходить от общего традиционного восприятия женщины, как женщина-хранительница очага, как женщина-миротворец. Очаг, размер очага, он бывает очень разный. Он может быть размером с кухню, 6 квадратных метров, а может быть размером с планеты Земля. Идея создания особого класса в Сочи принадлежит президенту Лиги женщин «Мост добра» Елене Пахомовой. Общественная организация уже подарила гимназисткам так называемую форму дипломата в синие сарафаны с голубыми галстуками. Лига женщин и дальше будет участвовать в судьбе 5-го Л. Например, познакомит девочек с известными и успешными людьми, которые научат совмещать качество лидера, посланца мира и настоящей леди. Сочинский национальный парк объявил конкурс детских рисунков. Он приурочен к Международному дню защиты животных. «Пятнистый пушистый» – это конкурс рисунков, посвященный возвращению переднеазиатского леопарда на Кавказ. Также можно поучаствовать в конкурсе мультимедийных презентаций и слайд-фильмов о своих домашних питомцах. Работы принимаются в парке Дендрали до 4 октября. Жюри определит победителей до 12 октября. Ребята ожидают грамоты и призы от организаторов. В целом запланирована целая экологическая неделя, в рамках которой пройдет множество образовательных и развивающих игр. Все эти мероприятия объединит одна цель – научить подростков заботиться о живой природе. Бесплатно посетить концерты одного из лучших оркестров страны могут сочинцы и гости курорта. Открылся ежегодный фестиваль классической музыки «Петербургские сезоны» в Сочи. Со своим симфоническим оркестром классика главный дирижер Александр Кантеров из Санкт-Петербурга в Сочи появляется каждый год. В зале летнего театра Парка Фронза музыканты будут выступать до 15 сентября. Здесь очень много завседатов музыкальных концертов, которые помнят еще те времена, когда в 1951 году начался этот фестиваль. Евгений Александрович Муравинский, величайший ленинградский дирижер, начал их. Я пытаюсь возрождать. И, по-моему, это нравится, эта идея. Фестиваль отличается необычными идеями. Например, в этом году один из десяти концертов пройдет даже на крыше Олимпийского университета. Раскрыла тайну на пресс-конференции заместитель главы города Ирина Романец. И везде, где бы ни были концерты симфонического оркестра классика, они везде принимаются на самом высоком уровне. Люди очень благодарны и уже стала легендой современной города Сочи, как жители, любители классического жителя города Сочи и гости выстраиваются от входа в летний театр до курортного проспекта, чтобы попасть на наши фестивали санкт-петербургские сезоны в Сочи. Ирина Романец также сообщила, что власти Сочи и Санкт-Петербурга подписали соглашение о дальнейшем культурном сотрудничестве между городами. Оркестр классика следует лучшим традициям северной столицы. Основу репертуара коллектива составляет наследие петербургских классиков – Бородина, Мусоргского, Чайковского, Глазунова, Строгинского, а также произведения зарубежных композиторов. Впервые в Сочи исполнена литературно-музыкальная композиция по драме Ипсена «Пиер Гюнд» с музыкой Эдварда Грига. Читал произведения народный артист России Николай Буров. До 15 сентября ежедневно сочинцев ждет еще масса приятных сюрпризов. Начало концерта в 19.30, вход в летний театр Парка Фронза «Свободный». Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Восле короткого перерыва сочинцы возвращаются на стадион «Фишт». Здесь футбольный клуб курорта проведет домашний матч 11-го тура Национальной лиги с командой «Мордовия» из Саранска. Игра состоится 15 сентября, начало в 18.00. Билеты на игру уже в продаже. На данный момент Сочи делит шестую строчку чемпионата с Нижним Новгородом и Чертаново. В активе каждая из команд по 15 очков. «Мордовия» с 12 баллами расположилась на 11-й строчке. Ближайший матч сочинцы проведут в эту субботу, 8 сентября, на выезде в Хабаровске. Начало встречи в 11.00 по Москве. Ссылка на трансляцию будет доступна на сайте клуба и на официальном портале ФНЛ. В Сочи состоится крупнейший в России фестиваль спортивных аквабайков «Джет Кэмп». Он пройдет в акватории курорта Эмеретинский с 12 по 15 сентября. На самый масштабный в России фестиваль стоячих гидроциклов приедут около 100 спортсменов из 30 городов России. Среди них участники из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Перми, Воронежа, Геленджика, Сочи и других городов. В этом году к соревнованиям впервые присоединится спортсмен с Камчатки. Своё пятилетие «Джет Кэмп» отметит состязаниями райдеров в дисциплинах «Слалом», «Кольцевой заезд», «Фрирайд» и «Фристайл». Помимо основной соревновательной программы участников ждет серия вечеринок и концертов на лучших клубных площадках и пляжах Сочи. К соревнованиям допускаются как профессиональные спортсмены, так и любители. Главное требование – наличие собственного гидроцикла, отвечающего техническому регламенту соревнований и специальной защитной экипировки. Соревновательная программа стартует 12 сентября. Заезды будут проводиться ежедневно с 12 до 16 часов. В этом году впервые состоится специальный костюмированный заезд на спортивных гидроциклах. Вход на все мероприятия фестиваля свободный. Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – в Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь. Такая, как любишь. Такая, как нравится. Такая, как всегда. Сезоны. Женская одежда. Парковая 17.